Наш фирменный чай еленика ягодный. В его состав входит сушеная клубничка, порезанная дольками, сушеная малинка, целенькая, сушеная черная смородина, целенькая, листья черной смородины ферментированные и скрученные, и листья малины ферментированные и высушенные в малиновом натуральном соке. Готовим к завариванию наш ягодный чай еленика. Лучше всего брать, конечно же, стеклянную посуду, это стеклянные чайнички, специальными стеклянными фильтрами, потому что стекло, оно не отбирает натуральный аромат у ягод и фруктов. Вот таким образом мы накладываем туда нашего чая ягодного и сейчас мы начинаем его заваривать. Завариваем наш ягодный чай еленика. Для этого заливаем ягодки и листики в воду при температуре 70-80 градусов, для того, чтобы сохранились все витамины. Сразу вы видите, как окрашивается вода в приятный розовый цвет. Накрываем крышечкой и настаиваем 3-5 минут. Наш чай заварился и мы наливаем его в чашечку. Получается вот такой ароматный, красивый, солнечно-розовый чай еленика. Малиновый чай еленика. В его состав входят сушеные груши, сушеные кусочки персика. Все мы выращиваем сами в собственном саду на Кубани. И листья малины ферментированные и целенькие скрученные по принципу лунов. И когда вы их завариваете, они распускаются и получаются целые малиновые листочки. Подготавливаем малиновый чай еленика к завариванию. Для этого берем чай и кладем его в стеклянный фильтр стеклянного чайничка. Потому что только стекло отлично сохраняет натуральную аромату. И заливаем малиновый чай елеником горячей водой с температурой 70-80 градусов. И настаиваем его 3-5 минут. Можно еще заваривать в термосе. Не только в стеклянном чайничке, он будет лучше настаиваться. Малиновый чай еленика заварился. И сейчас мы вам показываем его цвет. Он имеет такой красивый медовый цвет. И аромат у него потрясающий. Обязательно попробуйте. Наш мятный чай еленика. В его состав входят яблочки сушеные, которые мы выращиваем в собственном саду. И листочки мяты. Тоже мы ее сами выращиваем. Только листочки, ни палок, ни сена, ничего нет. Набираем нашего мятного чая еленика. И накладываем его в стеклянный фильтр. Потому что стеклянную пособию для натуральных ароматов использовать лучше всего. Заливаем наш чай мятный еленика водой горячей с температурой 70-80 градусов. И настаиваем его 3-5 минут. Для того, чтобы получился насыщенный аромат и вкус. Мятный чай еленика заварился. И сейчас мы покажем вам его цвет. Вот цвет мятного чая очень красивый. Он похож на зеленый чай. И главное, что он очень вкусный, ароматно мятный и полезный. Облепиховый чай еленика. В его состав входят сушеная груша. Сушеная желтая алый чай. И листья облепихи. Вот такой витаминный состав. Подготавливаем облепиховый чай еленика в заваривании. Завариваем облепиховый чай еленика. Для этого завариваем его горячей водой при температуре 70-80 градусов. И оставляем завариваться 3-5 минут. Можно заваривать в термосе. Облепиховый чай еленика заварился. И мы вам сейчас покажем, какого он красивого цвета. У него нежный, очень нежный желтый цвет. Но самое главное, в нем море витаминов. Это настоящий витаминный чай. А еще у него особенность в том, что он имеет природный, сладковатый вкус, который дает ему желтый алый чай. Так что его можно пить без сахара. Очень вкусно. Обязательно попробуйте. Вишневый чай еленика. В его состав входит чернослив. Сушеные яблочки. Все это мы выращиваем в собственном саду на Кубани. И вишневые листья ферментированные. Подготавливаем наш вишневый чай еленика к завариванию. Насыпаем его в стеклянный фильтр стеклянного чайничка. И сейчас будем заливать его горячей водой. Заливаем вишневый чай еленика горячей водой с температурой 70-80 градусов. И настаиваем его 3-5 минут. Можно заваривать в термосе. Кстати, наши чаи можно заваривать 2-3 раза. Мы заварили вишневый чай еленика. И теперь мы вам показываем, какого он цвета. Цвет он очень красивый, с нежной розовинкой. Но самое главное, что он очень богат витаминами. Это очень полезный чай. Обязательно его попробуйте.